Когда оккупанты пришли в Анапу, Клавдии Баюр было около 14 лет. Она старается рассказывать подробно, чтобы ничего не пропустить. Ее, в числе еще более чем двух тысяч мирных жителей, на специальных поездах отправили под Херсон. Кого постарше, использовали фактически как рабов, а тех, кто помладше, в качестве доноров крови. Оттуда вывозят этих детей, уже мертвых. И мы тогда уже все. Мы тогда решили, пусть нас постреляют. Мысль о побеге не покидала Клавдию Григорьевну ни на секунду. Чудом через линию фронта просочились новости, что Анапа освобождена. Мы были на Украине. И тогда погнали нас на поезде, чтобы нас в Германию. А мы, у нас дядечка, дядя Федя. А вагоны были, что этих коров возили. Разбивали двери и нас выбрасывали. Домой удалось вернуться уже в победные дни. Из-за боев и оккупации город оказался практически полностью разрушен. Но война не сломила дух его жителей. Тех, кто пережил оккупацию, воевал в партизанских отрядах и на фронтах. Каждый год в этот день Анапа вспоминает героев, отдавая дань уважения воинам-освободителям. Я хочу обратиться к вам, сказать вам большое, огромное спасибо, уважаемые, дорогие ветераны. За то, что сейчас мы находимся здесь, под мирным небом. Вечная память погибшим, которых нет среди нас. Они воевали за то, чтобы мы все сегодня стояли здесь. Я хочу обратиться к молодежи, молодому поколению. Пока мы будем помнить день победы, даты освобождения наших городов, мы непобедимы с вами. Ветераны совершили подвиг не только ратный, но и трудовой, восстановив Анапу, полностью разрушенную после фашистского нашествия. В первые годы приступили к восстановлению. И буквально в мае 1945 года первый санаторий имени Ленина принял фронтовиков на лечение. И это была трудовая победа. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, сегодня в муниципалитете очень сильна преемственность поколений. Мне хочется пожелать всем здоровья, мира, добра и поблагодарить руководство города, депутатской кожи за то, что проводятся такие мероприятия. И отрадно, что все больше и больше молодежь принимает участие в этих мероприятиях. А значит, богатыри на России не переведутся. С праздником! Пара белых голубей в небо, цветы тем, кто участвовал в войне, трудился в тылу, так или иначе столкнулся с ее тяготами. После минуты молчания и салютного залпа к мемориалу «Вечный огонь» возлагают венки памяти от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева Беззаконодательного собрания края. От Анапского районного казачьего общества, политических партий и общественных организаций, исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков и председатель городского совета Леонид Кочетов, а также руководитель совета ветеранов, возлагают венок от благодарных анапчан. В Анапе стало традицией приглашать ветеранов на прием главы после митинга. Юрий Поляков еще раз от души поблагодарил участников тех страшных событий за мужество и стойкость, за мирное небо над Анапой.